Друзья мои, привет всем! Я очень рада, что вы заходите ко мне на канал, я очень рада, что вы подписываетесь на канал. И я сегодня хочу рассказать вам историю, как человек нашёл себя. Это мой тату-мастер, его зовут Дмитрий Пахомов, работает он в городе Оскемен, восточный регион Казахстана. По улице Бурово, 6, дробь 1. Это прямо здание за поликлиникой на улице Бурово. И телефон я сейчас сразу вам прочту, пока помню. Так, плюс 7, 705, 509, 65, 37. Подпишу этот номер телефона в первом прикреплённом видео. Это была инициатива моя записать видео, потому что меня прямо торкнуло, когда мы с ним разговаривали о нём, обо мне. Вы знаете, когда делаешь тату, всегда это очень так личное. Я не знаю, кто с кем, на какую тему разговаривает, но вот именно с этим мастером мы вот говорили на эту тему. И получилось так, что Дима, я его зову Дима, что он не сразу стал тату-мастером. Первая его работа, причём он говорит, 9 лет он поработал на другой работе. Та-дам! Он был сварщиком. Представляете, какая разная работа сварщик и тату-мастер. Это вообще, это, ну, вообще, если я хочу сказать, да, насколько я знаю, сварщики неплохо зарабатывают. Стабильная зарплата. Думаю, за 9 лет человек креативный вырос достаточно в своём мастерстве. Ну, вот, потянуло его, это, получается, нужно было всё это оставить, и нужно было всё заново начать с изного. Это надо компьютер, это надо, ну, столько всего надо. Это, кажется, просто сиди и чирикай вот эти вот татушки. Нет, это не так. Это всегда какой-то, всегда бизнес несёт с собой затраты. Вот, я очень горжусь им. Он нашёл себя, и, вы знаете, к нему вот так сразу не попадёшь. Кстати, я к нему первый раз попала по рекомендации, когда я хотела. Первую тату я сделала в Америке, в городе Фримонт. Вот, сделали мне там вот эту тату. Вот, и когда уже я в 22-м году приехала, два года назад, получается, да, приехала в Ускимен, и я захотела тату, и я ходила и спросила друзей, а у моей приятельницы, муж, у него тату, я видела у него хороший тату, и я спросила, спросила у мужа, кого он порекомендует, и он порекомендовал Дмитрия. И я к нему пошла на первую тату, вот, в 22-м году. Вот это вот, вот моя, вот моё пёрышко, это его работа. И в этом году мне исполнилось 63 года, и я несколько лет мечтала о браслете на запястье. Вот, и теперь вот у меня есть этот браслет на запястье. Вот, он мне его сделал 30-го мая. Потом, когда он её сделал, он на 4 дня приклеил такую плёночку. Она хорошо простояла, потом я её сняла, и теперь просто, как он мне сказал, мыть мыло и наносить крем, любой крем. Я вот так и делаю, всё нормально. Иногда чуть-чуть подшелушивается, это нормально, любая татушка подшелушивается. И я очень рада, мне очень нравится, как это всё выглядит. И я рада, что я 3 года мечтала о запястье, что у меня там будет браслет, но я не знала, что написать. Ну вот, наконец-то я знала, что напишу, и он мне это сделал. И я очень благодарна своему мастеру, я его так теперь называю. Я не знаю, буду ли я ещё делать тату, но моё было ощущение внутреннее, одно тату точно мало, два недостаточно, три я как бы внутренне насытилась тату. Но, знаете, жизнь такая непредсказуемая штука, кто его знает, когда, что, где внутри заёкает, и я не могу сказать, что это никогда не будет. Но вот сейчас личное ощущение, что я вот, да, я, моя коробушка полна. Так что, ребята, если кто-то из вас хочет идти к мастеру тату, то, пожалуйста, Дмитрий, к вашим услугам. Телефон будет под первым видео. А вообще видео не об этом, видео больше о трансформации. Понимаете, ребята, вот когда... Про что это видео? Оно более глубже, чем просто... Это... Вот мы все люди, мы все человеки, да? Мы кто-то учимся на какую-то профессию, на какую-то специальность, и понимаем, что это не наше. Или начали работать, и понимаем, что это не наше. И что-то в жизни торкает, и когда, если торкает, реально торкает, то нужно подумать, и нужно сделать шаг. Шаг к себе. Я очень рада, что Дмитрий сделал шаг к себе. Вы знаете, вот к нему заходишь в кабинет, да, и прямо, ну, чувствуется человек на своём месте. Он слушает свою музыку. Она у него современная, мужская такая, знаете, да, но она чувствуется, это его музыка. И она резонирует с ним. Она не совсем моя музыка, но я вошла в его офис, я понимаю, что это его музыка, и я принимаю эту музыку, и я спокойно в этой музыке пробыла больше часа, и она меня нисколько не назила. Может быть, эта музыка в другой ситуации мне бы, ну, я бы её просто отключила бы, может быть, да. Но я зашла к нему в офис, я его уважаю, я понимаю, что это его, понимаете, да. И, ну, вот у меня прямо, я рада, что Дмитрий нашёл себя. И вот так мы с ним разговариваем, он говорит о своих детях, он с такой любовью говорит и о дочери, и о сыне. Это так приятно, ребята. Знаете, когда человек имеет такие хорошие эмоции про семью, про свою работу, про бывшую работу, у него нету на бывшую работу никакого негатива, понимаете, да. Но вот эта работа его раскрыла, и вот он просто так легко находит это всё, так легко это делает. И вот он, когда мне первую эту букву Ди начал пробивать, я почувствовала немножечко, ну, как дискомфорт, я подзабыла же уже, да. И всё, вот этот первый дискомфорт, и остальная работа длилась где-то минут сорок, да, он её остальные всё пробивал, может быть, чуть меньше, потому что там остальное всё, там надо было что-то подмазывать, что-то подклеивать. Но я боли уже не чувствовала, никакой дискомфорта я не чувствовала. Ну, человек на своём месте. И я очень рада, повторюсь. Мне говорят, ты повторяешься. Да, я повторяюсь. Да, мне нравится так разговаривать. Вот, и я очень рада за Дмитрия, что он нашёл себя. Ребята, ищите себя. Ищите себя, потому что мы не обязаны вот всю жизнь прожить, работая ту работу, которая нам не нравится. Нужно работать так, когда ты идёшь на работу, ты получаешь кайф, и ты за этот кайф получаешь зарплату. Понимаете, ребята? Вот в этом суть быть счастливым. Я всем моим подписчикам, просто кто включает это видео, желаю быть в кайфе. Кайфуйте от своей работы, наслаждайтесь, меняйте, если вот вам прямо торкнуло. Не то, что вот прямо сегодня поработал, мне не понравилось, я просто пошла, поменял работу. Нет, это не так работает. Это более глубже. Человек должен научиться слышать себя и понимать внутри себя. Ну, для этого тоже нужно пройти какие-то шаги. Проходите шаги, но находите себя. Всех люблю, всех обнимаю, всем желаю трансформации, кто этого ещё не прошёл. Дмитрий, тебе большой привет и большой-большой человеческий рахмет. Thank you. Спасибо.